Всем привет! Сегодня приготовим царское варенье из целых груш. Готовится оно достаточно долго, двое суток, но результат того стоит. Варенье получается очень красивое, ароматное, благородное, очень вкусное. Сами плоды упругие и полностью пропитанные сахарным сиропом, напоминают цукаты. Приготовление варенья начинается со сбора груш. Груши должны быть спелые, сладкие, но подойдут не все. Мякоть у них должна быть твердая. Если груши слишком мягкие и расползаются в руках, то такие для этого варенья не годятся. Они просто разварятся в пюре. У меня груши зеленые, сладкие, сочные и твердые внутри. Если сравнить их с магазинами, больше всего они похожи на груши сорта конференц. После сбора груши визуально проверяем на наличие червоточин. Те, которые с червячками, конечно же, не подойдут. Здесь я отобрала отборные груши примерно одинакового размера, без видимых червоточин. Берем каждую грушу, крутим со всех сторон и смотрим, чтобы не было червоточинок, а также с двух бочков. После этого груши нужно помыть и обязательно почистить. Затем очищенные груши пересыпаем в тазик, в котором будем варить варенье. И сразу же добавляем сахар. На 1 кг очищенных груш добавляем 500 г сахара. Сахар стараемся рассыпать равномерно. После того, как весь сахар добавлен, оставляем груши с сахаром на 2-3 часа, чтобы груши дали сок. После того, как они дали сок, ставим тазик с будущим вареньем на средний огонь. И на среднем огне, аккуратненько перемешивая, чтобы не повредить плоды, дожидаемся растворения сахара. Сока от груш будет очень много. После того, как смесь закипела, провариваем на среднем огне 5 минут и выключаем. Оставляем наше варенье до полного остывания примерно на 6-8 часов. Посмотрите, сколько сока дали груши, а сами при этом уменьшились в размере. После того, как груши остыли, они уже пропитались сиропом частично, стали некоторые полупрозрачные. Снова отправляем их на огонь, можно на сильный. Провариваем после закипания 5 минут и снова оставляем остывать на 6-8 часов. Эти простые и нехитрые действия повторяем в течение 48 часов, то есть 2 суток. Проваривать варенье можно 6-8-10 раз. Сначала варенье будет такое жидкое, как компот, но со временем вы увидите, что груши стали такие пропитанные, упругие, как цукаты. Само варенье приобретает красноватый оттенок и сироп со временем загустеет. Самая последняя варка производится на среднем огне, можно проварить от 5 до 15 минут. Затем варенье разливается в стерильные баночки и закрывается стерильными крышками. Вот такое красивое и ароматное варенье в итоге получилось. Груши очень вкусные, упругие, у них очень такая приятная консистенция и вкус. Такое варенье, как в сказке, подавать только царю. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забывайте, что ваша поддержка очень важна для меня. Желаю вам удачных заготовок, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!